Времени на раскачку попросту нет. Высокий сезон не за горами, потому особое внимание городоначальник уделяет именно набережной. Инспекцию Лазаревского района он начал с Дагомыса. Туристы сюда приезжают с большим удовольствием, ведь совсем близко к центру, но при этом дешевле. Замечания руководители местной администрации выслушали немало. Необходимо в ближайшее время навести порядок на территории возле больницы, привести в порядок газоны. Пора меняться и местным жителям научиться содержать свои дворы в чистоте и порядке. Не должен оставаться в стране и бизнес. В общении с предпринимателями глава города посоветовал им серьезно инвестировать в благоустройство. Несмотря на приближение лета, в микрорайоне горы мусора оставлены еще после прошлого сезона. Набережная в Дагомысе и так не широкая, но владельцы прибрежных кафе умудряются сделать ее еще уже, выставляя на улице столики. А это незаконно. Анатолий Пахомов потребовал максимально освободить проходы от лотков и палаток хозяевам кафе, убрать навесы и открыть вид на море. Ведь туристы едут в Сочи не пообедать, а в первую очередь именно, чтобы насладиться морем. В этой массе людей вы заработаете, конечно, но они потом могут не приехать. Потому что вот то, что у нас творится, это бардак, грязь. Они на все это смотрят, городская среда. Тем более, что касается Адлера, Хосты, Центра, то там все вылезано. И только переезжаешь сюда, Лазаревский район, Дагомыс и начинается вот это. Я очень вам буду помогать, очень. Будет главный художник здесь находиться. Мы постараемся из поселок просто вычистить, выдроить его. Следующим пунктом осмотра стал микрорайон Лао. Здесь, конечно, тоже нашлись недочеты, но уже меньше. Жители вместе с городскими властями взялись за благоустройство поселка. Улицу Таллинскую, как пример частного гостиничного партнерства, теперь можно приводить всему району. Дружно оформили все документы, провели коммуникации и сейчас уже делают дорогу. Часть средств выдавил город, часть оплатили сами жители ради собственного комфорта и удобства своих гостей. Окончательное бетонирование улицы завершится через 10 дней, но, как уверяют местные власти, это только начало. Соответственно, в дальнейшем этапе это приведение уже домов, заборов, ограждений к единому архоблику. Работа идет на постоянной основе. На сегодняшний день до лета у нас будут таким же образом отремонтированы три улицы в Лао и три улицы в Ордане. Посетил городоначальник и масштабную стройку в микрорайоне. Здесь несколько лет назад началось возведение спортивного комплекса, включающего два футбольных поля, баскетбольную и волейбольную площадки, спортивный бассейн со всеми необходимыми помещениями и трибунами, а также лечебно-оздоровительный блок. Весь комплекс по плану должны сдать в 2017 году. Это будет не только фитнес-центр для всех жителей Лао и ближайших поселков, но и мощнейший магнит для туристов. По проекту, помимо спортивных залах, здесь планируют оборудовать и развлекательный комплекс, спа, бассейн и так далее. Во время обхода решено, что набережную в Лао тоже необходимо увеличить и это будет сделано до начала курортного сезона. Расширятся и пляжи. Уже сегодня большинство незаконных объектов на берегу моря в Лао демонтированы. В целом, на переменном в облике Дагомыса и Лао глава города отвел всего неделю. К майским праздникам он пообещал вновь посетить микрорайоны и проверить, все ли поручения выполнены. Елена Авсицина, телекомпания ФКТ.